Привет, друзья! Сегодня я хочу предложить вам очередное видео с подборкой игр, которые уже вышли на разных игровых платформах. Если вы ищете новые игровые приключения для вашего времяпропровождения, то вы попали по адресу. И как по традиции, напомню вам, что по ссылкам в описании, вы найдете магазины с ключами от игр вполне по приемлемым ценам. Палворд – это захватывающая многопользовательская игра-песочница на выживание, действие которой происходит в фантастическом мире. Здесь обитают уникальные существа пал, такие как легендарные покемоны. Эти существа имеют множество функций и выполняют любую задачу по вашему приказу. Вам будет отведена роль тренера, и вы сможете обучить своего пала даже самым сложным задачам. Исследуйте окрестности, собирайте домашних животных и ищите естественные места обитания. Вам придется противостоять браконьерам, которые занимаются незаконной и жестокой деятельностью. Сражайтесь с бандитами и не дайте им проникнуть в лес, где живут палы. Вы будете сражаться с помощью своих питомцев, которые достаточно сильны и хорошо обучены, чтобы сражаться с вооруженными людьми. Ваши питомцы также будут играть важную роль в домашних делах, таких как строительство дома и обработка почвы под посевы. Вместе с ними вы можете создавать деревни и города, в которых вы будете жить счастливо. Придумайте необычные способы использования своего приятеля или тренируйте свои навыки, чтобы вырастить отличных помощников. New Cycle. Интересная во всех смыслах стратегия, в которой присутствуют некоторые элементы выживания. Здесь вам придется сделать очень много вещей, которые потребуют невероятной силы и умений. Надо сделать все возможное, чтобы после глобальной катастрофы попытаться возродить большую цивилизацию. Неожиданно мощная солнечная вспышка уничтожила огромное количество инфраструктуры, а также современные технологии. Это превратило все вокруг в настоящий хаос, когда не понять, куда идти и зачем двигаться вперед. Что же касается выживших людей, то они были просто в шоке, так как не были готовы к этим новым достаточно тяжелым условиям существования. Теперь перед вами стоит сложная цель, попытаться объединить всех людей и зародить в них надежду на достойное существование. Придется создать большое общество, которое сможет выжить в самых суровых условиях этого постаполитического мира. Добывайте ценные ресурсы, постройте большие здания, занимайтесь выращиванием продуктов, но не забывайте развивать современные технологии. Кроме этого, вам придется заняться политикой и решать сложные социальные проблемы, которые будут постоянно возникать в вашем обществе. Только от ваших умений будет зависеть ваше будущее, а также будущее всего человечества. Free Kingdom Jao Union Атмосферная ролевая игра, посвященная реальным историческим событиям. На закате правления династии Хань, три могучные семьи начали свою войну в попытках заполучить власть в Китае. Примерьте на себя роль Jao Union, гениального военного генерала, которому предстоит продемонстрировать свои способности на практике и вписать свое имя в историю. Игра выделяется не только сюжетной составляющей, но и потрясающей боевой системой. Гибкий геймплей дает возможность оттачивать свои способности в сражениях, а также экспериментировать с комбинациями оружия и умений. Умения сыграют не последнюю роль и позволят сформировать не только боевой стиль, но и личность главного героя. Помимо сюжетной кампании, вам будут доступны 30 карт для свободного исследования. Выполняйте второстепенные задания, блуждайте по миру в поисках сокровищ и защищайте мирных жителей от набегов бандитов ради дополнительного опыта. Также есть шанс открыть секретные миссии и виды оружия, что дает игрокам еще больше возможностей для оттачивания своего мастерства. Мама Дора Мидлит Фаэрвелл – это приключение, которое погрузит вас в уникальную фэнтезийную вселенную. Вы исполните роль Момо, верховную жрицу из деревни Коха, и отправитесь в отважную миссию, чтобы спасти свой народ от неминуемой гибели. Игра представляет собой экшен-платформер с двухмерными пиксельными локациями. История игры разворачивается в стране Карст, где густые леса, коварные пещеры и древние руины оживают сразу спустя 5 лет после событий оригинальной трилогии и рассказывает о настоящем наводнении демонов. Исследование нескольких локаций, таких как храм тумана, заброшенная шахта и лунная тропа, станет настоящим испытанием для вашей героини. Вам предстоит исследовать разнообразные местности, сражаться с опасными монстрами и решать головоломки, чтобы пройти по сюжетной линии игры и найти того, кто вызвал орду нечисти. Ваша главная цель – обеспечить безопасность мирных граждан и спасти священное древо лун – источник жизни для всего народа. Основной геймплей в игре состоит из пошагового передвижения по карте, исследования подземелий и битв с монстрами. Вам предстоит примерить различные виды оружия и сильные магические заклинания, чтобы справиться с рогами, открыть и исследовать тайные проходы и, конечно же, решить не один десяток головоломок, чтобы продвигаться вперед по сюжету. Ваши действия на протяжении всей игры определяет одну из нескольких возможных концовок, которые также предусмотрены данной игрой. The Cup представляет собой захватывающую приключенческую игру с богато детализированным открытым миром, в котором игроки управляют молодым и любопытным детенышем, стремящимся раскрыть тайны своего лесного дома. Игра рассказывает историю детеныша, который исследует окружающий мир, встречая новых существ, решая головоломки и выполняя задания. По пути детеныш должен научиться добывать пищу, избегать хищников и собирать ресурсы, чтобы выжить в дикой природе. По мере прохождения детеныш сможет открывать новые способности, оружие и предметы, которые помогут ему преодолеть все более сложные испытания. Например, детеныш может научиться лазать по деревьям, чтобы попасть в новые зоны, или использовать скрытность, чтобы уклоняться от врагов и остаться незаметным в тени. Действие разворачивается в прекрасно прорисованном лесу, в разных районах которого есть уникальные условия и задачи. Детеныш встретит множество различных существ, от дружелюбных животных до опасных хищников, каждый из которых имеет свои повадки и привычки. Помимо основного сюжетного режима есть множество побочных заданий и испытаний, позволяющих игрокам исследовать мир в своем собственном темпе и открывать его многочисленные секреты. Благодаря очаровательному главному герою, разнообразному окружению и захватывающему геймплею, эта игра обязательно к прохождению для любого поклонника приключений. The Last Flame предлагает голокружительный и сложный опыт, который увлекает геймеров своими бесконечными возможностями. Разнообразный состав героев с уникальными способностями придает истории глубину, позволяя игрокам экспериментировать с различными составами команд. Сбор лута и создание снаряжений становятся важнейшим аспектом, поскольку они существенно влияют на эффективность и взаимодействие героев. По мере продвижения по игре стратегические решения становятся обязательными. Управление такими ресурсами, как золото, здоровье, энергия и зелье требует тщательного планирования для обеспечения выживания. Не менее важна и навигация по карте, на которой встречаются разные события, враги, магазины и грозные боссы. Каждый шаг на этом пути требует анализа ситуации и принятия оптимального решения для преодоления трудностей. Интересную изюминку в геймплее The Last Flame вносит аспект автобоя. Во время боя геймер может спокойно наблюдать за тем, как его герой раскрывает свои способности и таланты в бою. Эта автоматическая функция дает чувство удовлетворения от результата стратегического планирования и составления команды. Бесконечная rogue-like природа видеоигры гарантирует, что ни одно прохождение не будет одинаковым. Это делает тайтл очень удобным для повторного прохождения, предлагая новые захватывающие впечатления при каждом прохождении. В целом, это увлекательная игра, сочетающая в себе творческий подход и стратегию. Entrouded – захватывающий приключенческий экшен, где тебе предстоит взять на себя роль правителя королевства, погруженного в гущу загадочного тумана, который несет с собой быстрое и беспощадное уничтожение всего на своем пути. Игра сразу привлекает внимание своим кооперативным режимом, где до 16 игроков могут сразиться за спасение королевства. Вместе с друзьями можно не только эффективно противостоять туману, но и создать стратегии, которые помогут вам в борьбе с многочисленными вызовами, брошенными вам судьбой. Одним из ключевых элементов игры является система крафта. Здесь ты сможешь не только создавать уникальные постройки, но и улучшать свой арсенал новым вооружением. Каждый элемент твоего снаряжения будет играть важную роль в твоем выживании и спасении королевства. Спектр опасностей, с которыми тебе предстоит столкнуться, велик. От коварных противников до безумных боссов. Каждый бой будет тестировать твои навыки и стратегическое мышление. Постоянное усовершенствование навыков и боевых характеристик будет необходимостью на протяжении всей игры. Путешествия по вершинам гор и пустынным территориям ты будешь добывать ценные ресурсы и раскрывать мрачные тайны, которые прольют свет на происходящее и могут стать ключом к спасению мира. С каждым шагом ты окунешься в атмосферу загадочности и опасности, не зная, что ждет тебя за следующим поворотом. The Universe представляет собой довольно масштабную и чрезвычайно интересную симуляцию, в которой пользователю поручено создать свой собственный мир. Отправляйтесь на неисследованную планету и создайте там небольшое поселение, которое впоследствии может стать огромной межгалактической разумной цивилизацией. Как только вы окажетесь в своих владениях, имеет смысл основать колонии, чтобы ваши владения расширялись и появлялось больше возможностей. В этой игре не обойдется без борьбы за свою жизнь, так как на каждом шагу вас будут подстерегать препятствия, а ваши враги не останутся позади вас ни на минуту. Планета, с которой вам предстоит столкнуться и исследовать, генерируется случайным образом, что делает игру намного интереснее и сложнее. Стоит отметить, что необходимо остерегаться непредсказуемых погодных условий и различных катастроф, так как они всегда будут препятствовать вашему продвижению к цели. Но благодаря этому игра выглядит еще лучше, наравне с другими играми этого жанра. War Hospital – это военная стратегическая игра, в которой вам предстоит управлять полевым госпиталем, принадлежащим Великобритании. Основные события игры переносят вас во времена Первой мировой войны, где вы станете свидетелем кровавых последствий войны. Главный герой Генри Уиллс – студент-медик на пенсии, и как только военный конфликт продолжается, его снова призывают в армию и отправляют в полевой госпиталь, расположенный практически на линии фронта. Отныне вы будете бороться за свою жизнь и здоровье гражданских солдат, которых привозят одного за другим. Вы должны слаженно организовать работу хирургов, медсестер и парамедиков, чтобы увеличить процент выживаемости. Ваши люди будут лечить тела солдат, а вы будете лечить их отчаявшиеся души. Молодые люди видели слишком много ужасов войны, чтобы оставаться в здравом уме. Их нужно успокоить и дать им чувство безопасности. Страх оказывает негативное влияние на их организм. Даже несерьезная рана может привести к ужасным последствиям, если человек не пытается лечиться. Мы спасаем людей и помогаем им вернуться к нормальной жизни. Виженс оф мана. Актеон РПГ, переносящая вас в мир, где силы природы сочетаются с элементарными аспектами маны. Вы будете играть за Вэлла, молодого человека родом из огненной деревни Тианья. Каждые 4 года фея посещает регионы мира, чтобы собрать милостыни. Милостынщики это люди, которым суждено отправиться к древу маны. Огромному дереву, контролирующему поток маны, поддерживающий все живое. Вы будете играть роль мощного стража, которого зовут Вэллу. Ему приходится отправиться к главному древу, чтобы сопроводить своего лучшего друга, которого решено было выбрать на роль милостыни. Это будет невероятное и очень опасное путешествие, на пути которого вам постоянно будут попадаться трудности, безумные враги и другие опасные преграды. Именно поэтому надо быть очень осторожными, чтобы не нарваться на неприятности, уверенно продвигаться по уровням и не оказаться в ловушке. Мир в игре обширный, с полуоткрытыми полями, которые вы можете беспрепятственно исследовать. Вам предстоит использовать духов маны не только в бою, но и как способ быстрого перемещения по большим территориям. Духи ветра отправят вас парить в воздухе, а духи воды создают пузырь вокруг вас во время подводных путешествий. На вооружении у вашего героя будет меч для ближнего боя и заклинание стихии для проведения атак на расстоянии. Открывайте для себя новое и очень увлекательное путешествие, которое откроет вам много интересных событий. Вот и все, друзья, это была моя подборка 10 игр, которые уже вышли. Думаю, вы нашли что-то интересное для себя. Если у вас есть свои рекомендации или мнения о уже вышедших играх, обязательно поделитесь ими в комментариях. Я всегда рад обсудить новые игры с вами. Спасибо за просмотр и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова